В результате жестоких боев 13-14 августа украинская армия потерпела сокрушительное поражение в районе Саур-Могилы. Армия ДНР уничтожила большую группировку врага, расположенную в селе Степановка в 10 с небольших километров от города Снежное. Эта ударная группировка буквально нависала над этим ключевым для обороны Донецка городом, грозя полностью отрезать столицу республики. Ликвидировав эту опасность, наша армия решила важную стратегическую задачу по обороне Донецка. С передовыми частями нашей армии мы выдвинули в Степановку. Несмотря на то, что противник был выбит из укрепрайона больше суток назад, дорога в Степановке по-прежнему простреливается. Кроме того, большую опасность представляют раздрозненные небольшие группировки украинских военных, которые полностью дезориентированы и пытаются самостоятельно выйти из окружения. Поэтому мы двигались в составе вооруженной колонны, направленной в Степановку для вывоза трофейной техники, которая была брошена украинской армией. Впрочем, брошенная техника стала попадаться сразу за постом полевого командира с позывным «боксер», который держал оборону непосредственно перед Степановкой. Только на этой дороге с понедельника боксера сожгли 12 единиц техники врага. До Степановки мы добрались без происшествий, хотя и подверглись небольшому автоматному обстрелу. В селе не осталось практически ни одного целого дома. А затем в центре поселка, за бывшим универмагом, мы обнаружили первый трофей – совершенно исправную установку «Град», даже заряженную. Заряженные показывают. Зарядные, да заряженные. По разбросанным вещам можно было судить, в какой спешке отступали украинские военные. В спешке был брошен даже украинский флаг подразделения. Среди брошенных вещей попадались шприцы. Судя по всему, солдаты украинской армии принимали наркотики прямо на позициях. Наркотики, да? Наркотики. А затем, как из рога изобилия, посыпались подарки. Огромное количество боеприпасов, в том числе мин направленного действия. Пока наши бойцы восстанавливали установку «Град», мы вместе с местным жителем по имени Михаил осматривали окрестности. А Михаил рассказывал нам подробности произошедшего здесь боя. Оказывается, украинские офицеры просто бросили своих солдат еще в понедельник. Идем, идем. И технику все бросили, потому что их сами штабно бросил. Штаб бросил, да? Да, в понедельник они все эвакуировались, оставили дивизион, штаб дивизионов. Из еды просто все бросили? Нет, еда была, потому что они в субботу завезли. А поеденник бросили? А в понедельник они все бросили, и они сидели, пятно ребята, кто не знает, что делать. И потом уже полковник их забрал, ну свой. А на днях, не на днях, а перед тем, как они сюда заходили, в течение дня 14 градов было. Вот это все улицы Которшина, это полностью градами. Враинцы стреляли? Да, ну это вояки. Вояки. Потому что тут в основном, и что интересно, вояки у них нету статуса участников боевых действий. Вот что как правильно. И они из-за этого переживают, да? Так переживают, потому что дома ничего. Они как-то полигония политически, они тут участвуют. Ясно. Поэтому беру, потому что если было... Пойдемте, вот как бы... Чтобы это было участников боевых действий, им нужно было это самое сделать, ввести в военное положение, а это финансы. Вот они... С техними дивизионами было два раненых. И им никакой помощи не оказывали финансов. Да. Почему? Потому что это надо платить 600 тысяч каждой семье пострадавших. Вот и все. Здесь еще одна подробность, как относились офицеры к своим бойцам. В то время, как они ни в чем себе не отказывали, их бойцы питались одними сухпаями. За время пребывания украинской армии в поселке, он ни разу не видел, чтобы им приготовили горячую пищу. При этом на позициях процветало откровенное пьянство, как среди офицеров, так и среди солдат. Что интересно, офицеры и обеспечения живут очень хорошо. То есть, обеспечиваются в мире. А это система наведения, обнаружения и выдавления. И плюс генератор. Здесь генератор, который питает все это. Что эти системы наведения? Ну да, они тут бухали вовсю похоже. Да? Это слово. Офицеры особи. Офицеры. То есть, они как бы ни в чем себе не отказывали, да? Да, нет, у них все было. А солдаты голодали, да? Ну нет, чтобы пойти и сами готовили. Вот что-то вроде есть. А то, чтобы пойти уже вот так вот. А горячим, то есть солдатам горячим ничего не давали? Да, ничего. Михаил поделился с нами интересными наблюдениями и о боевом духе украинской армии. Военнослужащие этой армии откровенно боятся вступать в контактный бой, предпочитая расстреливать противника издалека из тяжелой техники. При этом, с подвозом боеприпасов у них в последнее время возникали большие проблемы. Хлеба нет, а делаем этим самое, лепешки делаем. В общем, украинская армия находится в ужасающем состоянии. Они в панике всегда, когда начинаются боевые действия, то есть обстрелы, они все текают. То есть они в контакт, стараются в ближний не входить. Ну, а защитники в основном постараются выбить технику ихнюю. Потому что техника и на высшем уровне, то есть ее постоянно она ломается, потому что она старая. Задержки все время с боеприпасами, потому что подвоз все время обстреливается. То есть невозможно подъехать, подвезти, поэтому у них все ограничено. И людскими, почему людскими, потому что люди военные, которые призваны по мобилизации, они воевать не хотят. Это уже однозначно, почему? Потому что у меня есть доказательства к этому, то есть записи самих ребят. Поэтому я потом в фейсбуке представлю все эти доказательства, которые есть. В понедельник был раненый гражданский мужчина, и они его не отправили в госпиталь. Ну, не в госпиталь, но там в санчастье, в этом... у Дмитра Кучикуда. Бросили, да, здесь? То есть они гражданским не помогают? В этом отношении нет. Они считают, что это террористом. И, в общем-то, с таким настроением украинская армия воюет, в то время, как на нашей стороне, в частности, в районе Степановки, противостоят этой армии ребята, которые просто рвутся в бой, убивать врага чуть ли не голыми руками. В частности, в составе штурмовых подразделений, отбивавших Степановку, есть очень много добровольцев из Семеновки, которые просто горят жаждой мщения за акты геноциды, которые устроили фашисты там. Я думаю, что с этими ребятами украинским солдатам действительно лучше не сталкиваться. Ну, мужики, за нами правда. За нас, русские, и вся русская половина Украины. Мы победим. Одесса с нами и девять областей. Правда за нами и другого варианта нет. Фунта. Фунта это не вариант. За ней правды нет. Бог с нами и Бог все увидит. Я готов здесь отдать свою жизнь за эту землю русскую, мои родственники, с Луганской области. Я сам с другого города приехал защищать, перестаивать правду. Другого варианта у нас нет. Михаил показал нам во дворах место, где находился командир батареи градов. Это неизвестный нам украинский офицер не только бросил своих солдат, но также и секретные материалы, таблицы, журналы, ведение огня и так далее. Мы захватили эти документы и дальше пошли смотреть место, где находился штаб украинских нацистов. Их подразделения в украинской армии выполняют теперь функции заградотрядов. Фашисты располагались в Степановке, в местной школе. И, как рассказывал наш спутник, вели разгульную жизнь, постоянно употребляя алкоголь. И все время ищут спиртное в селе. Спрашивают там самогонку, вино, вот такого пана. Правосеки, да? Да, все. И вояки, и правосеки. А попросите с собой еще самогонку потаскать, между прочим, в утреках. Продолжение следует...